И всем привет! Сегодня снова с вами Тимоха и я буду обозревать обновление Антурена 3.15.6.0. Как вы уже видите, добавлены два танка. Это зелененький у нас, Форест и Дизерт танк. Как вы можете подумать, наверное, наверное, уже подумал, вау, танки наконец-то появились, они будут стрелять. Правда, так, как вы и подумали, так оно и есть. Они будут стрелять, но сначала мы не будем их тестерить. Итак, сначала я вам расскажу пару слов от разработчиков. Описали они свои танки так, что их можно будет найти на карте Пэй, это военная база и мост конфедерации, а на Вашингтон это также военная база и разломленные туннели, которые завалены и тому подобное. Также у вышек они будут спавниться, но шанс спавна у них будет маленький, так же, как и их патронов. Все ID я оставлю в описании, так же, пример, как выдать себе в синглплеере, все вот это. Так же добавили у нас тетрадки, как видите, видите, можно написать, поставить, вот в райд, допустим. Это если оставлять сообщение кому-то, допустим, своим союзникам, вы ушли в офлайн, а кто-нибудь там взойдет и прочитает, это есть там какая-то интересная информация. И так же добавили книжки, книжки они по идее попрочнее будут, так же я здесь написал. Ну, были также добавлены, как вы видите, танки ID 120 и 121, нет, вот, вот этот 120, этот 121, также патроны 1302, но все равно можете об этом не беспокоиться, все ID я оставлю в описании. Что ж, как вы можете подумать, сев в танк, вы видите то, что вы сели за место водителем, жмете на F2, вы сели за пушку. Что ж, сразу, как от разработчиков, разработчики сказали то, что, возможно, снаряд будет походить на ракету, но этот снаряд будет слабее ракеты и будет баллистикой совсем отличаться от ракеты. Давайте-ка устроим полигон. Огонь! Как видите, такую постройку разнесло на куски деревянные. Давайте-ка жахнем по скамейкам. Понятно, что от скамейки ничего не осталось. Как видите, танк двухместный. Здесь садится сам водитель, как видите, маленькое окошко. Но если вы садитесь, давайте я вам покажу, за место стрелка, то, как видите, вы очень уязвимы. И сама вышка, так сказать, самого танка не крутится на 360. Это ее максимум. Вот я могу перезарядить и устрелить вон туда. Давайте посмотрим саму баллистику патрона, снаряда, если быть правильным. Как видите, он летит так же баллистически, как ракета. Давайте теперь постреляем зеленого. Они ничем не отличаются, только самой расцветкой. Так же, как разработчики написали, мы можем наводиться сами, как видите, вверх. Видите, какое положение пушка принимает. Честно говоря, это очень странное положение. Даже дырочки нету, откуда стрелять. Так же, таким макаром можно будет сбивать самолеты, вертолеты, любые летательные аппараты, даже из модов. Давайте-ка теперь жахнем. Так, видите, на правую кнопку мыши идет прицел. Вот, теперь мы вынесли до конца. Давайте-ка мы прокатимся на этом зелененьком танке. Давайте звук подубавлю, чтобы не мешал. А то мне будет плохо слышно. Вот, да, вот так вот звук мы оставим. То, что танк сильно шумит. Надеюсь, мне будет сейчас хорошо слышно. Так, давайте, вот наша новая цель. Давайте F2. Патроны у меня еще есть, заряды. Скорее всего, я предполагаю то, что в следующем обновлении когда-нибудь добавят какие-нибудь другие снаряды. Не такой обычный. Как видите, он даже не снес вертолет с одного выстрела. Снаряды достаточно слабые. Я думаю, их будут усилять как-никак этот танк. Ну вот, допустим, этот он снес сразу. Так, давайте, я выйдем себе еще. 13-2, слышь. 20. Давайте еще перезарядимся. Ну вот, как я уже сказал, двухместный у нас танк. Водителя убить очень сложно будет. И давайте проверим, так сказать, сразу. Не будем пока кататься. Проверим сам танк на прочность. Давайте берем нашу любимую Марпл Страйк. Такой, где его забыл? 36-3. Смотрим. 30 патронов прямо в танк. Как видите, он даже не пуст. Даже не задымился. Он считается бронированной машиной. Его не так же будет легко вынести. Давайте заспауним себе еще одну Марпл Страйк. Еще 30 патронов. Как видите, уже он загорелся. Примерно на него уходит 50 патронов. Надо 50 патронов, чтобы взорвать сам танк. Давайте, допустим, попробуем выдать себе тикет-гранат. Так называемые, или как они правильно называются? Стики. Гринейдж. Это которые прикрепляются. Давайте попробуем взорвать тот наш танк. Сколько же нужно таких гранат на взрыв танка? Допустим, если вдруг вас будут рыдить, у вас есть эти гранаты, и вдруг вы решите, так сказать, пойти подрывником. Как видите, пролетает сквозь, ну, допустим, кидать плод на него. Сколько же нам понадобится? Ой, меня чуть-чуть задело. Отойдем. Ну, как видите, 300 кидра гранаты. Ничего ему не сделаю. Он даже не задымился. Давайте еще выдадим себе штук 10. Давайте, четвертая граната пошла. Пятая граната пошла. Шестая граната. Шесть гранат. Он даже не дымится. Ему как будто хоть бы хны. Седьмая граната. Вот, седьмой он уже задымился. Восьмая граната. Все, восемь гранат надо, чтобы взорвать такой танк. Предположим, мы заспауним давайте еще один. Собака. Лехи. Клэ. 120. И давайте возьмем РПГ. Давайте. Сколько надо снарядов? Я думаю, два снаряда РПГ надо будет, чтобы снести сам танк. Давайте берем РПГ. Отходим немного. Хотя он даже не задымился с одного снаряда. Давайте выдадим себе снарядов. Так же. 20 пусть будут тут валяться. Если что, я подберу. Давайте второй выстрел. Не дымится. Третий выстрел. Задымился. И четвертый выстрел. Взорвался. Четыре ракеты на танк. Ну, в принципе, оно оправдывает себя. Как-никак это танк. Он должен быть прочным. Зря его что-ли добавили? Нет. Так, давайте устроим тест-драйв. Покажем, так сказать, сколько эта машинка у нас может максимум разгоняться. И как она, допустим, будет убивать самих зомбарей. В плане езды и выстрелов. Давайте. Дарить 121. Давайте сейчас доедем до Чарли Тауна. Это ближайший город. Ну, вот как видите, окошко маленькое. Поэтому водитель, грубо говоря, полноценно защищен. Наш, так сказать, наш танк едет максимум 336 км в час. Что, в принципе, для танка понятно. Он не должен быть скороохотным. Может, будут добавлять БТРы, которые будут по броне намного слабее, но по скорости намного лучше. И как видите, на нем есть пулемет. Надеюсь, когда-нибудь для него также добавят определенные патроны. Давайте прокатимся сейчас немножко. Давайте у нас есть, в принципе, цель. Куда жахнуть? Давайте, вот машина стоит. Чуть-чуть выше возьмем. Эх, немного не взял. Как видите, баллистику тут немного, как у ракеты. Даже не как немного, а, наверное, с ней и взяты. Вот теперь я попал. Да, взорвал. Давайте снова за водителя место. Давайте попробуем подавить зомбарей. Посмотрим, что это из себя представляет. Я думаю, давайте даже встанем, сагрим зомбарей, и посмотрим, сколько им придется бить танк, чтобы, так сказать, его сломать. Ой-ой-ой-ой, как видите, баги тоже происходят. Я даже перевернулся из-за этого. Смотрите, наблюдаем, так сказать, интереснейший баг. Я Человек-паук в танке. Прекрасно просто. Спасибо ему, разработчикам у Турнет. Вот если бы это у кого-то на сервере случилось бы, это, наверное, было бы печально. Вот-вот теперь танк упал. Ой, мне сейчас зомби заверут. Давайте посмотрим, сколько им надо. Вот смотрите, я еду по стене. Я гусеницами, я танк, как-никак. О, меня перевернули. Все, да, перевернули. Давайте смотрим, сколько им надо меня долбить. Нет, я еще сам переворачиваюсь. О, что-то... Что-то... Какой-то танк-неваляшек. Смотри, что с ним творится. И зомби поверх меня лазают. Давайте встанем. Пусть они подолбят танк. Посмотрим. Передавайте я в 2, не знаю, перезарядка сжахну. Дерево давайте сжахну. Давайте зомбари пошеваляем. Ну, как видите, они уже долгие. Вот-вот-вот, он только задымился. А вот теперь он загорелся. А я побегу. Как видите, зомби также могут вынести танк. Что, в принципе, я не знаю, нелогично. Как может, допустим, зомби гнилая плоть вынести бронированную машину. Тем более, на то, если пошел танк. Так, давайте выведем себе хилку. Потому что у меня плачевное состояние у персонажа. Ну что ж, из обновления это все основное. Я показал вам патроны, сами танки, книжку и также тетрадь, в которых можно оставлять сообщения своим союзникам или также врагам. Знаете, под дверь положил, написал, типа, а за заять, а завтра заряжу. Типа, вот, типа, письмо, грубо говоря, так называемое. Что ж, спасибо всем. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментариях, полезен ли вам был этот обзор. Все ID и как выдать синглплееры себе все это я оставлю под описанием. Также группа моего сервера, Ван Турнет, и группа моего канала. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, пока!